День в истории 4 марта 1848 года Карл Маркс арестован полицией Брюсселя и выслан из Бельгии. В этот же день 1874 года родился Михаил Федорович Владимирский, большевик, участник двух российских революций, советский государственный и партийный деятель, нарком здравоохранения РСФСР, председатель ЦРК ВКПБ. В этот же день 1919 года началось наступление войск адмирала Колчака, которые продвигаются в направлении Симбирска и Самары. В этот же день Владимир Ильич Ленин выступил на третьем заседании Конгресса Коминтерна с докладом о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата. В рабочем движении многих стран тогда велась острая дискуссия по вопросу за или против диктатуры пролетариата. Поэтому огромное значение приобрело разъяснение существа буржуазной демократии как демократии для меньшинства и необходимости установления новой пролетарской демократии, демократии для большинства на основе свержения капиталистического ига и выдавления сопротивления эксплуататорских классов. Владимир Ильич разоблачил защитников так называемой «чистой демократии», показав, что буржуазная демократия, за которую ратовали Каутский и его единомышленники, накануне и после пролетарской революции в России есть форма диктатуры буржуазии. Между тем, диктатура пролетариата, принявшая в России форму советской власти, носит, указывал Ленин, подлинно народный демократический характер. Ее сущность, цитата, состоит в том, что постоянной и единственной основой всей государственной власти, всего государственного аппарата, является массовая организация именно тех классов, которые были угнетены капитализмом. Конец цитаты. Владимир Ильич Ленин показал, что советы оказались той практической формой, которая предоставляет пролетариату возможность осуществить свое господство. Защита буржуазной демократии правыми социал-демократами, их выпады против диктатуры пролетариата, является отрицанием права пролетариата на свою пролетарскую демократию. Тезисы и доклад Владимира Ильича о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата были положены в основу решений, принятых конференций. 4-6 марта 1919 года начался первый объединенный поход Антанты против Советской Республики. Ударной силой похода была армия Колчака, наступавшая с Урала. Одновременно наступали на юге Деникин, на западе Юденич и Белополяки, на севере Интервенты и Белогвардейцы. В этот же день 1923 года «Правде» опубликована статья Владимира Ильича Ленина «Лучше меньше да лучше». 4 марта 1961 года впервые в мире ракетой В-1000, входившей в состав экспериментального комплекса противоракетной обороны, созданного генеральным конструктором Григорием Кисюнко, перехвачен в верхних слоях атмосферы имитатор боевого блока реальной баллистической ракеты Р-12. У ракеты была небывалая по тем временам средняя скорость 1000 метров в секунду.